здравствуйте я хочу сказать что я живу в этой стране и мне не безразлично что будет с моей страной что будет с моим народом чтобы дальше происходить поэтому я здесь я считаю это естественно нормальной гражданской или просто человеческой позиции мы много говорим и это уже как бы даже не надо повторять в деталях что у нас убито здравоохранение что у нас совершенно уничтожено образование на том уровне которым оно было при ссср это нам долго втирали пост перестроечное время вот это все что только болонская система и бог знает что а совковое образование это была туфта ерунда не только теперь полностью пробилась информация и разумные люди читающие думающие смотрящие нормальных блогеров таких как вот этот канал они теперь люди то понимают и смело говорят что да советское образование было круче чем то что сейчас также в отношении медицины нас пичкают дешевые или подороже но химической едой где куча всяких вредных ингредиентов где заменены масса или того что не должно быть там и пальмовое масло в таком избытке когда-то была информация сейчас она ушла она закуплена на годы вперед чтобы кормить и кормить нас абсолютно технически это даже не то настоящее масло которое где-то в других странах едят и к этому печально что приложил руку один из лидеров наших из наших думцев не буду назвать фамилию все его знают что мы теперь вся страна грубо жрем это пальмовое масло плевобулочных изделиях везде замечательные булочки это все как мы живем где мы живем это все вот я вот это перечислила так на поверхности но это все звенья или как сказать одного порядка явления но мы вот как я сейчас я хотя бы могу об этом сказать я пока еще могу сказать возможно последние дни такие как я могут прийти озвучить меня автор канала на котором я сейчас вот это все говорю потряс просто информация уже просачивалась что хотят так ужесточить не просто мало не покажется это самое страшное это страшнее пальмового масла и химии которую мы ждем это страшнее к вида который не ставят людям лично своем примере я уже рассказывала про ковид буквально неделю назад просто одна маленькая ремарка не я не моя сестра не моя дочь и еще масса знакомых не вошли в эту статистику врачам невыгодно ответственно заявляю люди статистика не такая мой пример я это конкретно могу доказать если ко мне обратиться мы отсутствуем статистики по к виду так просто побаловались но простуда была все коты все на свете все подтвердили так вот я хочу сказать когда-то я была обманутым дольщиком и даже вошла в инициативную группу у нас был гигантский объект не буду называть ничего это не надо столкнулась и с чиновниками очень крупно потому что тогда еще практиковались вот эти не знаю как час встречи с чиновничеством лидеров инициативной группы нас было порядка двух тысяч человек обманутых для москвы 2005 года это был нонсенс это было такое я знаю что царицына там и 16 но это сейчас было а это 2005 так вот что хочу сказать мы делали митинги мы долго ждали я ждала 11 лет но мы добились и благодаря митингам я лично организовывала митинг их было много но один конкретно делала в основном я и аппаратура и звук и вот эти софиты все в аренду взяла какие-то деньги тут же скинулись люди во время митинга по 100 рублей собрали все я потом эту в аренду такси взяла отвезла вот это звукоутиливающее все митинг проведен да еще где 905 года метро центр прямо возле метро памятник борцам милиция оцепила полиция вернее все как положено рамки все но это нам разрешили легко департамент безопасности москвы куда я ходила за согласованием через день два выдал все ради бога делайте митинг мы добились квартир так вот люди совершенно страшно как говорится грядет нас лишают право голоса право мявка право писка от слова совсем чтобы мы потом вы как кто меня слушается я чего-то своего добилась вот потом не дай бог у вас ситуация и вот многие сидят сейчас как бы не хотят выходить из своей зоны комфорта то есть молодой средний более менее успешный на работе как-то ипотека кредиты как-то тянет все нормально и он боится признаться себе что вот тут дерьмо что тут плохо что вот это опасно что вот это страшно потому что если ты признал тебе не комфортно надо что-то делать а что ты не знаешь легче как страус песок да все нормально да это там какие-то бабки где-то на площади там так вот те кто так рассуждают разного возраста вы же поймите простую вещь вы сегодня просто не знаете чем аукнуться те законы которые сейчас принимаются и завтра послезавтра через год через пять через десять когда у вас что-то будет с работой со здоровьем еще чем-то еще чем-то вы кинетесь что-то сделать а все кругом очерчен круг или там квадрат не дернуться никуда тут отсечено тут заворонено сюда нельзя а вот это тоже нельзя все никакого права голоса вашему я призываю спасибо я именно за вы меня видимо хотели да что я очень долго мысли прочитал мысль прочитал да есть как бы в конце должно быть все равно какой-то не позитивно хотя бы для чего я все это говорила ну вот как я например я из зоны этого комфорта вышла мы видим он как своем примере что я могу предложить признать каждому в душе в себе со своей совестью что да блин так невозможно это хреново не прятаться чтоб когда если потом что то хотя бы быть готовым и знать как себя вести и просто понимать в дальнейшем развитии ситуации стране как уже чего будет но то до чего нас довели и какие я не знаю где они там чего это выдумывают но почему митинг который организовывал а я в 2013 мне согласовали легко 300 человек пришло все было почему что произошло что подождите нужно потом скажете так вот думающие люди должны соответственно задуматься а что такое произошло сегодня что то что возможно было в 2013 легко разгневанных дольщиков разрешили чтоб они там что-то и топали мы и стучали и гремели там все была акция и у самого центра не где-нибудь в парке прямо на метро а сейчас это нельзя задумайтесь люди завинчивают так ну как говорят лягушку варят очень медленно прибавляя там газ под этим котелком чтобы она не это а нас уже даже немедленно по моему уже даже довольно быстро подкручивают ну и потом на она последок просто крылатые фразы которые вот у каждого они вертятся разные кто-то какие то знает типа когда пришли за евреями я не еврей когда пришли за гоммунистами это во времена гитлеризма было когда пришли за мной там много еще чего кто приходил а уже и некому за меня и ничего или фраза не спрашивайте по ком звонит колокол он звонит по вас я возможно коверку эти фразы но суть такая и вот сейчас в коментах везде в инете полно вот этого вот выражения не точно повторю чем ближе к рак тем безумнее законы ну люди видимо это уже просто понимают и пишут через раз ну в общем то все призываю выходить из зоны комфорта и хотя бы просто честно своей совестью быть так что там такое а а а а а а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok